Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Серьезный шаг к улучшению экономики региона. В Рязани прошла Всероссийская конференция для предпринимателей под названием «За бизнес рейтинг регионов». Технологии прошлого и настоящего в марте отмечается День метеоролога. С 2023 года 66 тысяч родителей и больше тысячи будущих мам получают единое пособие. 29 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла Всероссийская конференция для предпринимателей под названием «За бизнес рейтинг регионов». Ее темой стало взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами и органами исполнительной власти. В конференции участвовали руководители и представители Минэкономразвития России, платформы забизнес.рф, представители прокуратуры, правоохранительных структур, налоговые службы, предпринимательского сообщества региона. Число проверок бизнеса сокращается и при этом важно обеспечивать интересы потребителей. С этого начал свое выступление глава региона Павел Малков на Всероссийской конференции для предпринимателей. Губернатор рассказал, что в Рязанской области действует серьезная система мер поддержки бизнеса, а также целый комплекс услуг и сервисов для начинающих предпринимателей, для инвесторов. Мы нацелены на развитие региона, а для того, чтобы регион развивался, в первую очередь нужна крепкая экономика. Экономика – это бизнес. Понятно, что у бизнеса во время работы возникают самые разные проблемы, и мы ориентированы на то, чтобы их решать. Создана достаточно серьезная система мер поддержки бизнеса, налажен диалог бизнеса и власти. При этом мы постоянно собираем обратную связь, что же еще нужно, как работают те меры, которые сейчас есть, какие проблемы возникают. И постоянно дорабатываем вот эти механизмы взаимодействия. Ну и, конечно, одним из важных механизмов как раз является платформа «За бизнес РФ». Это возможность обратиться, причем обращение сразу попадет в федеральное контрольное назорное ведомство, и, соответственно, расследование или реакция будет формироваться именно там. В качестве спикеров на форуме выступили президент общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин, начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артем Кононенко. От региона же слово взяли прокурор Дмитрий Каданев и руководитель регионального следственного управления Следственного комитета Владимир Никешкин. Для меня Рязань сегодня – это яркий пример того, как эффективно может быть налажено взаимодействие правоохранительных органов власти, имеется в виду исполнительной власти и бизнеса на месте, где прямой диалог, открытый диалог – это ключевой, наверное, компонент и ключевой показатель успеха. И то, что, признаюсь честно, когда я ехала сюда и видела, что у нас низкие цифры предпринимателей, обращающиеся по фактам силового давления на них, я полагала, что вопрос все-таки стоит во многом, наверное, в слабой информированности. Но сегодня убеждаюсь в том, что работа действительно налажена. Очень хорошо работает Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Правоохранительные органы ориентированы прежде всего на позитивное разрешение спроса. Напомним, 29 марта региональное правительство подписало соглашение с платформой за бизнес.рф. По словам Павла Молкова, это серьезный шаг к улучшению бизнеса и экономики региона. Важно, чтобы диалог бизнеса и власти укреплялся, ведь это серьезный шаг к улучшению экономики Рязанской области. С января 2023 года в России введено единое пособие на детей, и оно включает в себя сразу несколько мер поддержки. Главный критерий для получения пособия – среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Уже второй год рязанские родители получают единое пособие. Это мера поддержки, которая заменила ряд ранее действующих выплат нуждающимся семьям. Сегодня региональное отделение соцфонда назначило единое пособие родителям больше 66 тысяч детей. Также эту выплату получают больше тысячи будущих мам. Единое пособие назначается нуждающимся семьям, доход которых не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. В Рязанской области эта сумма составляет 13 753 рубля. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, то есть оценивается доходы семьи, имущество, а также трудовая занятость родителей. Размер единого пособия в регионе на ребенка до 17 лет может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей. В этом году суммы составляют, если округлить, 6 800, 10 300 и 13 700 соответственно. Размер премии для беременных тот же, половина, три четверти и полная. В этом году с округлением это 7 500, 11 200 и почти 15 000 соответственно. Подать заявление на назначение пособия удобнее всего в личном кабинете на портале Госуслуг. В заявлении можно указать всех детей в возрасте до 17 лет. Также заявление можно подать и лично в ближайшей клиентской службе социального фонда или МФЦ. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, а первые средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения. Уточнить срок назначения пособия можно на портале Госуслуг в личном кабинете. Здесь же можно заказать выписку о назначенных мерах поддержки. А если вопросы остались, то можно обратиться в контактный центр регионального отделения соцфонда. В марте отмечают Всемирный день метеоролога. Праздник учредили еще в 1961 году. В России же стали отмечать его гораздо позже, начиная с 2008. О том, как работает гидрометеорологическая служба в нашем следующем материале. В нашей стране гидрометеорологическую службу организовали в 1834 году по указу императора Николая I. Мировые центры сейчас находятся в Вашингтоне, Москве и Мельбурне. Туда все гидрометеослужбы планеты и передают свои данные с датчиков. А это показания температуры, давления, влажности, скорости ветра. При этом факторов, которые влияют на погоду, гораздо больше. Отсюда и погрешности в прогнозах, рассказывают метеорологи. Дело в том, что вообще, в принципе, то, что мы знаем о природе, и в частности о погоде, этого всегда будет недостаточно. Эта система погодная, она постоянно взаимодействует с Землей, с океанами, с ледниками, с космическим излучением. И не до конца все это выявлено. Поэтому, понимаете, в этой системе уравнений неизвестных больше, чем самих уравнений. Такие системы нерешаемы. Поэтому всегда будет прогноз погоды содержать какую-то неопределенность. Отчасти поэтому мы с вами видим прогноз погоды такие термины, как местами, временами. В Рязанской области 10 метеорологических станций. На каждой из них круглосуточно дежурят специалисты, которые следят за погодными параметрами через дисплей монитора. Кстати, метеоданные помогают работе других служб – авиации, морской навигации, энергетике и аграрно-промышленному комплексу. На некоторых метеостанциях есть агрометеорологи. Они наблюдают за ростом, развитием растений на полях. Ну, вот сейчас в такое время-то зимы, а в теплое время года – и яровые культуры. Зимой мы наблюдаем, как они перезимовали. Делаются измерения запасов влаги в почве. Два раза в сутки специалисты запускают метеозонд. Устройство представляет собой надувной баллон и небольшой контейнер с аппаратурой. Зонд фиксирует температуру, влажность воздуха, а его перемещение – скорость ветра по высотам. И несмотря на современные технологии, здесь чтят и старые добрые измерительные приборы. Так, например, атмосферное давление всегда сверяют вот с этим вот ртутным барометром. Его показатели сравнивают с автоматикой. И порой они куда точнее современных приборов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К новостям недели. Неделю назад, в пятницу, 22 марта, около 20 часов, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел бесчеловечный теракт, новость о котором потрясла всю Россию. В следующем материале мы собрали всю известную на данный момент информацию из официальных источников. Один из самых больших концертных залов страны «Крокус Сити Холл». Концерт рок-группы «Пикник». Поклонников у музыкантов много, и на этот концерт, по данным открытых источников, продано было более 6 тысяч билетов. Однако услышать музыку никому не удалось. Позже по камерам правоохранители выяснят. Белый Рено остановился у входа, из него выскочили вооруженные боевики и прямо с улицы, через стекла, в упор расстреляли охрану. Потом открыли огонь по людям, которые пришли на концерт. Террористы не выдвигали никаких требований и даже не пытались брать заложников. Они хладнокровно и методично убивали. Стреляли в любого, кого видели, сквозь прицелы своих автоматов. Одновременно с расстрелом боевики разбрасывали бутылки с зажигательной смесью, блокируя пути отступления через эвакуационные выходы. Вспыхнул сильный пожар. Здание Крокус-Сити-Холл превратилось в огненную ловушку для тех, кто пытался спастись от выстрелов. Многие прятались в подсобных помещениях, кладовых и туалетах. Как выяснится позже, оттуда выбраться удалось не всем. Спасатели находят огромное количество тел, отравившихся угарным газом людей. На утро следующего после теракта дня губернатор региона Павел Молков обратился к рязанцам. Рассказал о ряде решений по отмене ряда массовых мероприятий по усилению мер безопасности в регионе. Вместе с рязанцами возложил цветы у стихийного мемориала возле МКЦ. Варварский теракт. Ему невозможно дать оценку в каких-то человеческих понятиях. Это невозможно осознать. Все причастные, конечно же, понесут наказание. Но мы понимаем, что огромное количество людей уже не вернут. Людей, которые пришли просто отдохнуть, хорошо провести время, пришли с семьями, с детьми. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем близким, пострадавшим, всем пострадавшим. 24 марта президент страны Владимир Путин объявил днем общенационального траура. Наш общий долг сейчас быть вместе в одном строю. Никому не удастся посеять панику и разлад в наше общество, подчеркнул президент. В день общенационального траура на здании Крокус Сити Холл появилась проекция. Клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо в память о погибших во время теракта. Такие же фото и видео появились на экранах во всех регионах страны, в том числе и в Рязани. К настоящему моменту спецслужбы задержали четверых исполнителей. Ими оказались граждане Таджикистана. Басманный суд выбрал меру пресечения. Арест до 22 мая. Разбор завалов в сгоревшем Крокусе продолжается. Данные о количестве пострадавших обновляются постоянно. К моменту выхода нашего эфира известно о 144 погибших и сотне тех, кто остается в больницах. Рязанские волонтеры из медицинского спасательного отряда РязГМУ «Салус» принимали участие в разборе завалов после теракта в Крокусе. В Москву они прибыли в воскресенье утром 24 марта. О том, какую работу они выполняли, расскажем далее. Разбор завалов, распил металлоконструкции. Это задачи, которые ребята из медицинского спасательного отряда получили на месте, в штабе. На разбор завалов после теракта они приехали в воскресенье 24 марта. Говорят, что отправились по собственной инициативе, когда увидели, что на помощь едут другие такие же отряды. Мы не направляли ребят. И, наверное, в том, что отряд поехал, наверное, какая-то особая ценность и для нас, и, конечно, помощь тем, кто работает сейчас действительно в тех сложных условиях, которые на месте трагедии. Это по зову сердца, это, наверное, как раз тот момент и воспитания работы совместной подготовки специалиста, который позволяет не ожидать никакой команды, а просто собраться и поехать. Потому что ребята подумали, что они нужны. Собрали тех, кто аттестован, собрали тех, кто уже, на самом деле, не волонтер, а уже специалист. Но поехали с волонтерской миссией просто не остаться в стороне, помочь и сделать то, что они умеют. В Москву отправились пять человек, аттестованных спасателей. Работали в две смены. Утренняя с десяти до трех и вечерняя. На вопрос, тяжелая ли работа, ребята из отряда скрывать не стали. Честно ответили, да, в физическом плане. Это нужно было вытянуть из места, где не было пола, то есть люди стояли на железных балках. Все это пилили, это довольно опасно, это тяжело, потому что нужно не только контролировать себя, контролировать инструмент. Это тоже вещь такая, которая не поддается стопроцентному контролю. Он может в любой момент выдать какой-то фокус, к которому нужно быть готовым. Плюс инструмент не из легких и сами конструкции грузные. Еще тяжелее было морально. Чувства довольно смешанные, потому что это огромный масштаб, это огромная сцена, огромный концертный зал, где приходит понимание, что там было огромное количество людей. И, конечно, видеть всю эту разруху, понимать, что там еще могут оставаться люди, это довольно страшно внутри. Потому что приходит понимание, насколько сложно было людям там, что там происходило. И, конечно, находиться там – это особая обстановка. Сегодня у ребят из отряда небольшая передышка. Они отладят инструмент, немного отдохнут, и уже завтра, во вторник, вновь отправятся разбирать завалы. Ведь важен, говорят, вклад каждого. На этой неделе заседание правительства началось с минуты молчания. Чиновники почтили память погибших в теракте в Крокусе. Павел Молков сообщил, что люди сейчас несут цветы к мемориалам и памятникам. В свою очередь, правоохранительные органы работают в штатном режиме. В субботу прошел оперативный штаб, на котором обсудили вопросы безопасности и поставили важные задачи. Губернатор Павел Молков подчеркнул, что начинается строительный сезон. Дескать, работы предстоит много. Надо успеть построить и отремонтировать большое количество соцобъектов, большое количество дорог. С благоустройством тоже надо в сроки уложиться. Для этого нужно готовиться заранее, о чем постоянно говорим. Проектная документация, торги, контракты, завоз стройматериалов на площадке, завоз техники. Все это нужно делать заранее, уже сейчас все должно быть. В этом году строить мы должны без просрочек. По поручению губернатора в Шиловском районе реализуется проект по строительству нового детского сада на 300 мест. Сообщается, что до 30 июня работы будут выполнены. В рамках региональной программы поддержки местных инициатив в Рязани планируют реализовать пять проектов благоустройства в разных микрорайонах города. Павел Малков отметил, что в этом году предстоит сделать много благоустроить. Предстоит те объекты, за которые рязанцы проголосовали в прошлом году. Это 28 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях. Притом работу эту нужно выполнить качественно и в срок, добавил губернатор. Министр ТКЖКХ Артем Варвихвоз заверил, что в этом направлении проделана большая работа. В этом году провели работу. Пристальное внимание обратили на условия договоров, на полноту защиты интересов заказчиков. Были составлены по локальным сметам подробный план графики. И, соответственно, заложены условия для беспроблемного расторжения договоров в случае, если будут нарушаться их условия стороны подрядных организаций. С другой стороны, продолжается голосование за те объекты, которые будут благоустроены в следующем году. Пройдет голосование до апреля. Проходил первый этап голосования за общественные территории. Их всего 71. В период выборов с 15 по 17. То есть я благодарю всех, кто пришел на участки, кто проголосовал, отдал свой голос. Еще раз повторюсь, Рязанская область, след за Московской областью, ПЦФО заняла второе место по количеству проголосовавшихся, отдавших свои голоса. Как Павел Вище сказал, голосование продолжается. И, соответственно, всех приглашаю, опять же, тех, кто еще не отдал свой голос, проголосовать, воспользоваться через госуслуги. На правительстве одобрили несколько значимых законопроектов. Так, в рамках реализации указа президента Российской Федерации о мерах поддержки многодетных семей в региональное законодательство внесены изменения. Проектом закона предлагается все меры социальной поддержки, за исключением компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставлять многодетным семям вне зависимости от уровня их дохода. То есть снимаем критерии нуждаемости. Также предлагается расширить меры социальной поддержки для многодетных, ввести выплату на школьную и спортивную форму, оплату жилья в размере 30%, а также предоставить бесплатный проезд для всех школьников. Теперь в мере социальной поддержки будет получать каждая многодетная семья. Количество получателей увеличится в три раза – с 15 до 50 тысяч детей. Внесены изменения, позволяющие установить единый подход в организации питания школьников начальных классов, в том числе в частных образовательных учреждениях. Также поменялось ведомственное подчинение Детского оздоровительного центра круглогодичного действия «Колос». Полномочия по организации отдыха и оздоровления детей закреплены за Министерством образования Рязанской области. Приватизировали вместе с деревьями. К сотрудникам природоохранной прокуратуры попало необычное дело о незаконном владении части земель. Впрочем, обо всем по порядку. Это село Ермолово. Находится оно в Касимовском районе. Здесь сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили одно необычное нарушение. В этом селе у одного гражданина был участок в собственности. Пока все просто. Земли под сельхозназначение – ситуация стандартная. Только вот в состав этих земель были незаконно включены земли лесного фонда площадью 139 гектаров. Древесину, произрастающую на участке, оценили сотрудники лесной охраны. По самым минимальным подсчетам стоимость около 100 миллионов рублей. С целью предотвращения уничтожения лесов, с целью возвращения земель лесного фонда в собственность Российской Федерации, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями к собственникам земельных участков о признании незаконным неживания земельных участков, об исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об их границах, об истребовании в собственность Российской Федерации земельных участков из чужого незаконного владения. Уже в ходе судебного заседания ответчик добровольно исполнил требования прокурора – изменил сведения о границах земельных участков. То есть земли лесного фонда из незаконного владения он высвободил. Решением суда производство по делу прекращено. В противном случае, не обрати на эту ситуацию свое внимание природоохранная прокуратура, дело могло закончиться иначе. Человек приобретает собственность участок, на котором деревья лесного фонда, после чего от них избавляется. И все на практически законных основаниях земля же его, потому природоохранная прокуратура в суд и обратилась. Работа по этому направлению в Касимовском районе продолжается. Рязанский театр «Кукол» – один из мировых лидеров этого вида сценического искусства. Такую оценку работе коллектива под руководством Константина Кириллова дал президент России Владимир Путин. На этой неделе он вручал в Кремле премии в области литературы и искусства. Директор Рязанского театра «Кукол» стал лауреатом президентской премии с формулировкой «За вклад в развитие отечественного театрального искусства». Рязанский областной театр «Кукол» – один из ведущих театров нашей страны. Он неоднократно был отмечен государственными наградами. «Золотая маска», «Орликин», «Премия правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики», «Премия правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства». Этой весной персональной наградой отметили директора Рязанского театра «Кукол» Константина Кириллова. Он стал лауреатом премии президента РФ за вклад в развитие отечественного театрального искусства. В своем благодарственном слове Константин Кириллов подчеркнул, что считает награду заслугой всего коллектива. Сегодняшний репертуар трупа нашего театра как раз таки и демонстрирует то, что артист-кукольник, он универсальный артист. Наши артисты прекрасно двигаются, наши артисты прекрасно поют, играют на всевозможных музыкальных инструментах, работают прекрасно как артисты в живом плане, но и обладают самым волшебным и замечательным качеством среди всех артистов. Они могут оживить неживое. Театр, наверное, это самая живая история, самая энергетически емкая, потому что, еще раз хочу сказать то, с чего я начал, театр – это здесь и сейчас. Константин Кириллов служит в театре больше 20 лет. Сейчас с улыбкой вспоминает свое первое знакомство с этим местом. По словам коллег, театр сильно преобразился под его руководством, и этот период можно по праву назвать настоящим рязанским ренессансом. Мы технически среди кукольников лучше всех оснащены, и для театра кукол, где форма имеет большое значение, это важно. У нас значительно обновился репертуар, к нам приезжают лучшие режиссеры, которые ставят и в Москве, и в Питере, и ставили за границами нашего государства. У нас молодая труппа, что тоже очень важно, потому что, все-таки, молодость – это и очарование, и сила, и энергия. И я думаю, что важно также обратить внимание на то, что в последние годы театр заметили на самом высоком уровне. Большую часть денежного вознаграждения Константин Кириллов вложит в искусство. У руководителя есть давняя идея проекта – спектакль под названием «Сказание о граде Рязанском». Его постановкой займутся уже в следующем году. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Клумбы Рязани украсят больше 400 тысяч однолетних и многолетних растений. За осаженцами пока ухаживают в теплицах. Какие цветы скоро появятся на улицах нашего города, расскажем далее. Бархат, циколиус и резинья кохия за цветами для рязанских клумб пока ухаживают в теплицах. Сейчас растения пикируют, высаживая из общей массы в отдельные ячейки с плодородной почвой. А еще удобряют и обрабатывают от вредителей. И хотя в теплицах поддерживают комфортную для растения температуру – плюс 20 градусов, помещение все же проветривают. Это необходимо для того, чтобы приспособить цветы к перепаду температур, рассказывают агрономы. Деление уже от большой грядки растений в отдельную ячейку, чтобы она лучше развивалась, и лучше была корневая система, и оно росло свободнее. И так удобнее сажать в город уже. Когда отдаем вот кассету, каждый цветочек получается отдельно его берут рабочие и сажают в грядочку. Красный и зеленый колеус украсит Первомайский проспект, Петунья, Герани, Фестука, Площадь Победы. А бегонии высадят в клумбах сквера недалеко от вокзала Рязань-2. В этом году на клумбы города будет высажено около 15 видов растений, в том числе и многолетники, то есть розы. На данный момент уже посеяно и распекировано около 430 тысяч рассады. У нас существует утвержденный план посадок, в котором расписано количество цветов и виды цветов на определенные клумбы. В первую очередь будут высажены клумбы по Первомайскому проспекту, Площадь Победы, Рязань-2 или сквер художников, по-другому называется, ну и возле памятников. Посадят цветы и в парках нашего города. Работа по благоустройству и озеленению начнут в первых числах мая, чтобы на День Победы расцвели все городские клумбы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова